приветствую вас друзья с вами бельбек наримбаев и глядя на график биткоина многие задумываются мало кто знает что будет дальше либо началась коррекция большая и нас ждет долгий медвежий рынок а может биткоины пойдет обратно наверх я хотя являюсь оптимистом не люблю блокчейн технологии я люблю крипто рынок я конечно хочу верить что все будет хорошо и давайте я приведу как некоторые примеры почему рынок может пойти дальше выше как мы все уже видели coinbase залистился на настоке цена пока падает ничего прямо такого хорошего там нету но тем не менее дайте мне напомнить вам кто является основателями coinbase это брайн армстронг этот человек который до этого работал в airbnb и также coinbase можно сказать что компания андресен хоррид также является владельцем coinbase и многие остальные личности то есть что может произойти следующее coinbase не должен дать биткоину упасть почему во первых всего было продано сколько как здесь написали здесь там частично продали там топ-менеджеры инвесторы coinbase после размещения на настоке частично продали принадлежащие акции но это нормально это не означает что они как бы продаются и убегают насколько я знаю там всего было продано пару процентов этих акций то есть остальная львиная доля до сих пор находится в руках самих владельцев инвесторов coinbase и если биткоин будет падать то значит логически и коинбейс акции будут падать а как вы думаете позволит ли эти крутые люди позволить биткоину упасть вполне нет ну и так же что бы я хотел отметить то что 5 мая мы ожидаем третью версию юни свапа и позвольте мне напомнить версия 2 где-то год назад была выпущена в мае и смотрите что потом произошло с биткоином и всем крипто рынком он пошел стремительно наверх так как в defy опал все это total value lock то есть итоговая сумма залокированных денег росла росла биткоин тоже рос цене теперь как цена total value денег начала падать то и биткоин начал падать и то есть что можно ожидать то что с моментом запуска юни свап версии 3 рынок криптовалют может опять пойти вверх пойдут опять деньги стейкинги фарминги данная цифра будет расти тем самым будет расти и весь крипто рынок ну и хотел бы вам отметить обратите внимание на данный токен его где-то примерно несколько дней назад только он появился на коингека зовут его алхимик мист или майст интересно что пока всего 1 миллион 30 тысяч токенов данная технология является на прорывной потому что она позволяет стейкить вашей нфти и получать проценты от него уже появляется сайт появился сайт алхим по то есть появляется эскиза сайта алхимика где сами девелоперы объясняют и показывают намекают что это будет сам одним из самых интересных проектов на рынке дефай ну с этим вы можете пока ознакомиться только в их нем твиттере ну и конечно хочется закончить также наш обзор о том что дефай стейшн это рынок байнанс смартчейна он продолжает расти то есть сейчас байнанс смартчейн показывает отличные результаты сеть намного лучше чем сеть эфириума вот кстати это сеть эфириума это сеть финанс смартчейн ну и также если вы посмотрите что чем больше бенби растет тем меньше идет цена на газ вот пожалуйста чем больше растет бенби в цене тем меньше цена на газ чем больше растет эфириум тем больше растет цена ну где-то они применили уже начинают какие-то апгрейды делать стараются цену ниже продавить но к сожалению пока ничего такого хорошего мы не видим поэтому думаю что pain bnb будет расти и где-то в этом году он обойдет в цене эфириум на этом мой обзор заканчивается если вам понравился контент ставьте лайки пишите свои комментарии что вы думаете по поводу этого всего удачи